Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну сейчас многие скажут, что это большая зрада. А я скажу, что это не зрада, а возможно даже какого-то рода, знаете, перемога. Вот сейчас сами рассудите. Итак, сначала такую, знаете, не знаю, огромную сковородку со зрадой. Как вы знаете, Международный Олимпийский комитет допустил расистов, российских спортсменов к Олимпиаде в Париже. И их там может быть аж до 55 человек. Также какое-то количество белорусов, то ли 8, то ли 12 человек, что-то типа этого. То есть это, конечно, неприятно, это, конечно, зрада. Но в каждой зраде есть кусок перемоги, да? И надо это понимать. Смотрите, первое. Само собой разумеется, что всей этой публике, на сегодняшний день, кстати, зарегистрировалось, по-моему, аж 12 россиян и 8 белорусов. Все, больше никто. Ну, может будет больше со временем. Но имеем пока 12 тех, 8 этих. Теперь давайте же посмотрим, как им разрешили, в каком виде им разрешили выступать. И тут уже идет перемога. Потому что, ну, флаг, герб, гимн, забудьте. Форма, забудьте. То есть серые, эти самые, без даже намека на серое пальто, серая одежда, без намека на какие-либо государственные принадлежности России, Беларуси, даже косвенные, запрещено. Наглухо. Вот. То есть это уже унижение. Унижение капитальное. Ну и как бы вишенка на торте, знаете, тоже вот раньше их, бывало, допускали до Олимпиады, но они фигурировали, значит, знаете, на начальной церемонии, на церемонии открытия Олимпийских игр. И они проходили, значит, вот этой шоблой, своей толпой на церемонии закрытия игр. А вы знаете, сейчас их вот унизили и сказали, не там, не там их тоже не будет. Вот так вот. Просто они, знаете, они выступают как бы сами ради себя. Они даже, по-моему, не под Олимпийским флагом будут выступать. Вообще без какого-либо флага. Вот Иванов, Петров, Сидоров, вот он ради, выступает для Иванова, Петрова, Сидорова. И им запрещено пройти, присутствовать на церемонии, ну, в качестве колонны, конечно. На трибунах где-то вместе со зрителями, я думаю, могут посидеть, посмотреть, поглазеть на это дело. А вот ни на открытии, ни на закрытии Олимпийских игр это не будет. И тут очень интересный начинается момент. Мне кажется, что на таких условиях великая, могучая Россеюшка может очень сильно обскорбиться. И еще сделать, знаете, козло в отпущении из тех, кто туда поедет на таких условиях. Потому что, ну, унижение на унижении и унижением погоняет. Ну, хотя унижения абсолютно заслуженные. Абсолютно. Я думаю, что не было бы проблем у этих спортсменов, если бы они поехали туда после того, как принимали участие в боях на стороне РДК или Легиона, там, или Сибирского батальона. Думаю, что-то бы для них там решили, да. Может, им бы под бело-сине-белым флагом как-то разрешили бы идти. Но это негодяи, которые язык в попу засунули в тот момент, когда путинская фашистская армия напала на Украину. Они, у них язык в определенном месте, значит, находится, они все одобряют, а потом хотят принимать участие в Олимпийских играх. Ну, вы будете, может, в них принимать участие, да. Но, как вам сказать, но в статусе ниже Плинтуса.